Это и есть Монтингяк. Министр? Да. Неудивительно, что он так на него похож. Это министр? Да. Вот таким и должен быть министр. Пять лет назад я подрабатывал в доме бывшего председателя Совета, который принимал министров, депутатов, сенаторов. Послушали бы вы их. Это было не для печати, клянусь вам. А этот, похоже, приличный. Да, он очень межкий. Как вы его увеличаете, господин министр? В общем, да. Через раз, конечно. Не надо злоупотреблять. Это должно быть вас. Торопится, как всегда. Очень милая. А у кого вы работали до этого? У графини Депшинской. Англичанка? Нет, Алжирка. Она вышла замуж за русского, но он умер пять лет назад. Чудесный мужчина, гигант. Я вспоминаю, каким он был в день своей смерти. Здоров, как бык. Кто бы мог подумать, что шестью часами позже... От чего он умер? Попал под машину. Да. Не успел я начать о нем говорить, как он уже умер. И вы ушли оттуда сами? От этой дамы? Да и нет. Скажем так, мы решили расстаться, как написано в ее рекомендации. Хорошая рекомендация. Как всегда. Хозяйки всегда мной довольны. Все в порядке. Она дозвонилась? Нет. Но хозяйка вас берет. Как хорошо. Она не верила. Вы произвели хорошее впечатление. Это меня не удивляет. Вы можете остаться здесь, чтобы завтра выехать рано утром. У вас есть ночная рубашка? Да, у меня все, что нужно в сопояжи. Я его захватил на всякий случай. Если завтра надо рано выезжать, лучше будет переночевать здесь. Как вы думаете? И на этом сакануне. Да, и это тоже. Где моя комната? На втором этаже, рядом с моей. Наши окна выходят на улицу. Наша? Что она говорит? А мадам? Харка замужем. Не может быть. Да. Она не ночует в особняке. Надо же. Она три года назад вышла за сержанта полиции. Ему три года? Какой глупый, три года назад. Было бы забавно. Маленький регулировщик со своей маленькой палочкой и маленьким свистком. Честные слова. Мы здоровы. Мои поздравления. Спасибо. Ваша комната прямо над нами. Вы можете уходить и приходить, когда захотите. Хозяйка разрешает уходить по ночам. Я думаю, вам все равно. Но я не хотел бы нарушать распорядок. Нельзя же помешать мужчине выходить. А вы не помнят? Мужчина всегда остается мужчиной, не так ли? Да, при случае. Насколько я понимаю, мы ночуем в доме одни. Хозяйка, вы и я. Да, я приготовлю вам постель. Нет, позвольте мне сделать это самому. Потом вы будете делать это сами. Но сегодня я вам помогу. Ты уходишь? Уже 12-й час. Виктор должен ждать меня на улице. Работай. Иду. Но если ты хочешь, чтобы я осталась. Не заставляйте ждать вашего мужа. Я посторожу вашу кухню. Господин министр уходит, спрошу хозяйку, будет ли она ложиться спать. Спокойной ночи, миссия. Дезирай. Спокойной ночи, миссия Дезирай. Спокойной ночи, мадам. Адель. Адель. Боже мой, как очаровать тебя. Послушайте, Адель, я надеюсь, мы втроем поладим. Я тоже надеюсь. Я даже не предложила вам стаканчик. Не надо, но если это не покажется вам нескромным, я прошу вашего разрешения написать небольшое письмо. Конечно. Потому что... Извините, я ударила вас. Нет. Вы уверены? Уверен. Она уронила свою шляпку. Моя шляпка. Вот она. Спасибо. Какая красивая. Вот вам все, что нужно. Чернила, перо и бумага. Спасибо. Вот так. Извините. Еще раз. До свидания. Миссия Дезирай. До свидания, мадам. Мадель, большое спасибо. Спасибо. Да, да, идут. Маленький сержант волнуется. Ты идешь, Адель? Да, да. Моя дорогая сестра. К счастью, я быстро нашел новое место. Нет, она не ложится. Я успею приготовить вам постель. Она звонит. Моей бывшей хозяйке? Думаю, да. Одну подушку. Что? Одну подушку. Да, у меня ведь одна голова. Звонят. Возможно, кто-то пришел. А где тут звонки? Я должен вызвать горничную. Мадлен? Это должно быть хозяйка. Мадлен? Я бы пошел, но, может быть, она раздета. Мадлен? С другой стороны, нельзя, чтобы она так кричала. Надо что-то сделать. Мадлен, где же вы? Ее здесь нет, мадам. Она готовит мне комнату. Вашу комнату? Я... Что, мадам? Мне только что позвонила моя подруга, которую я просила найти мне коммердинера. И она нашла мне его. Мне немного неудобно перед вами. Простите. Если вы, мадам, не хотите оставлять меня, вы должны просто сказать мне это. Пусть мадам не стесняется сказать мне правду. Но... Вы наверняка звонили моей бывшей хозяйке, которая, вероятно, не рекомендовала вам брать меня. Вовсе нет. Мадам, позвольте мне сказать вам, что вы не умеете лгать. Вы окажете мне услугу, если скажете честно, потому что, если эта дама будет продолжать мне пакостить, мне не имеет смысла пользоваться ее рекомендацией. Рекомендация отличная, это верно. Но когда у нее спрашивают по телефону, она дает плохой отзыв. Это недостойно. Я понимаю, что все хозяева солидарны. Но нельзя мешать человеку зарабатывать себе на жизнь. На этой неделе она проделала это два раза. С меня достаточно. Она сказала вам, почему я ушел от нее? Она не сказала, но дала понять. Вот как. И это вас напугало. Да. Тогда я не смею настаивать. Мне остается только выразить вам мое почтение. До свидания, мадам. Я как раз писал сестре о том, что нашел себе работу. Мне очень жаль, поверьте. Не так, как мне, мадам, клянусь вам. До свидания, мадам. Вас не затруднит сказать мне точно, что эта дама сказала обо мне. Мне неудобно об этом говорить. Вы оказали бы мне большую услугу. Вы должны понять, всегда лучше знать, что о тебе говорят. Она не сказала прямо. Она сказала только... Что? Чтобы я не говорила вам об этом. Клянусь своей сестрой, мадам, что это останется между нами. Вы можете мне доверять. Она сказала, что вы совершили проступок. Проступок? Серьезный проступок. Настолько серьезный, что она была вынуждена вас уволить. Это все? Да. Она не сказала вам, какой это был проступок? Нет. О каком проступке вы подумали? Боже мой. Вы подумали, что я что-то украл. Да. Так и есть. Я не хочу, чтобы обо мне могли такое подумать. Это отвратительно. Я полагаю, она сказала вам, что если живешь одна, то иметь в доме такого человека, как я, опасно. Так она сказала? Верно. И, конечно, вы, мадам, подумали о своих драгоценностях. Естественно. Так оно и есть. Как подло. Нет, это отвратительно. Я не потерплю, чтобы обо мне могли такое подумать. Мадам, проступок, раз уж она называет проступком то, что я сделал, это совсем не то, о чем вы подумали. А произошло вот что. Я расскажу, что было однажды вечером. Мы с ней оказались наедине. И потом, бог мой. О, это случилось. Просто случилось. В этом мой проступок. Я не понимаю. Вы не понимаете, что я хотел сказать? Нет. Я сказал вам, что мы были в квартире одни, графиня и я. И что? Хорошо. Представьте себе, что могут делать мужчина и женщина наедине. Я вижу, мадам, вы все поняли. Да, мы сделали это. А потом? Мы делали это на кухонном столе. Она может говорить, что не хотела. Вы знаете, конечно, что такое происходит, если один из двоих этого не хочет. Дама может вам говорить, уходите, я не хочу. Все знают, что это значит. А когда дама спрашивает, что вы делаете, она прекрасно знает, что мы делаем. Нет, я не говорю, что был прав. Я не оправдываю себя. Но извините, мадам, разве можно вызывать камердинеров полностью в свою спальню под предлогом того, что шнурт для задергивания штор не работает. Да, да, мадам. Да. Я слышал фразу, камердинер, это не мужчина. Она проверила. Я не знаю, сожалеет ли она о том, что случилось, но мне это послужит уроком. Теперь я знаю, чего надо остерегаться. Если вы, мадам, позволите мне, я скажу, что с таким человеком, как я, вы подвергаетесь меньшему риску, чем с мужчиной, который не совершил такого проступка. Пока не совершишь оплошность, нельзя быть абсолютно уверенным в себе. Но когда узнаешь последствия такой глупости, вряд ли захочется ее повторять.